Добрый день Ну где же они? Ну куда же они подевались-то? Добрый день, Коксик! Привет, Шунь! А что ты ищешь? Да вот, затеялись енотчим уборку в саду Он все свои дела сделал, а мне говорит, возьми, Коксик, грабельки Да забери опавшие листья, а я на рыбалку пойду на пруду отдохну Ой, как здорово! А можно я тебе помогать буду? Да, конечно, можно, только я вот грабли никак не найду Ой, Шунь, ты случайно не знаешь, где они? А может они в чулане? Не, нет там ничего, я смотрел Эх, ну что же делать? О, придумал! Надо енотчу позвонить У него недавно мобильный телефон появился Эх, полезная, знаешь ли, штука Никаких тебе продов Носи в кармашке и в любом месте позвонить можно Хочешь в лесу, хочешь на рыбалке Порыбачить я, конечно, люблю Если есть минутка, к речке бегу Много рыбки я сейчас наловлю Пригласим мы всех друзей на уху Так-так-так-так, кажется, клюет Точно клюет Сейчас мы ее потихонечку, потихонечку Эх, телефон звонит, как всегда, не вовремя Так Алло, алло Енотыч! Кто это? Коксик, ты? Говори скорее, зачем звонишь? Шунь, Шунь, представляешь, енотыч как будто рядышком стоит Так хорошо слышно Енотыч, ты меня слышишь? Да слышу, слышу, Коксик Говори скорее, у меня рыба клюет Шунь, представь, у нее рыба клюет Ничего себе Я вот сейчас представил, что я сижу на рыбалке, ловлю себе рыбку Да ведь с мобильным телефоном можно хоть в космос полететь Коксик, так ты про грабли спроси Да какие грабли? Сразу видно, что девчонка Какие могут быть грабли, если ты держишь в лапе? Последнее достижение науки и техники Коксик, ты с кем разговариваешь? Алло Шунь, ну вот представь, прыщу я когда-нибудь в космос Ты мне звонишь по телефону Алло, мол, Коксик, как слышно Да что же это такое, а? Коксик, ты меня слышишь, Коксик? Тук-тук-тук, здравствуйте, друзья мои Добрый день, Степан Тарасыч Здравствуйте, Степан Тарасыч, дорогой наш почтальон Спасибо, Коксик, спасибо Ну, что у вас интересного? Чем занимаетесь? Да ничего особенного, вот грабли ищем Хотим порядок в саду навести Ну, молодцы А что, енот-енотыч отсутствует? По делам? Еноточ на речку пошел рыбачить А, ну да, сегодня клёв-то хороший должен быть А хотите, вот Узнайте у него сами Мы с ним уже полчаса по телефону разговариваем По телефону? Да Алло Эх, сорвалась рыбина А, какая незадача Енот-енотыч, это Степан Тарасыч Говоруха Я к вам в гости зашел Трубка на столе лежала Ну, очевидно, ребята положить забыли Вы извините, я сейчас им все объясню Эх, да чего уж там Ну, что там? Сорвалась у еноточа рыбка с крючка А все потому, что вы правила не соблюдаете Да какие еще правила? Они ведь только в играх бывают А мы сейчас ни во что не играем Правила, коксик, бывают не только в играх А еще в телефонных разговорах А какие? Ах, ну какие Когда вы звоните кому-нибудь Нужно обязательно сразу представиться Да разве еноточ меня и так не узнает? Знаешь, коксик, по телефону можно сразу и не понять, кто звонит А если у еноточа какое-то дело, то ему гадать-то некогда А потом? А потом нужно четко и ясно сказать, по какому поводу вы звоните И вообще неплохо бы сначала узнать Может ли человек с вами говорить, не занят ли он какими-то другими делами Да, вот это я забыл И самое главное, если ты разговариваешь по телефону Нельзя ни на что отвлекаться Даже на того, кто рядом с тобой Вот видишь, коксик, а ты размечтался Какое-то чудо техники полечу в космос Ну ладно, ну бывает Вот рыба у еноточей сорвалась И вообще я вам хочу сказать, друзья Что телефон это важное средство связи, а не игрушка Я уже понял, Степан Тарасыч Ну и что ж теперь делать? А, я придумала Надо пойти на речку и помочь еноточу на рыбалке А заодно и извиниться Да И про грабли спросить Хорошее дело Только не забудьте с ребятами попрощаться А, до свидания, мальчики и девочки Ну, до встречи Всего доброго Пишите письма Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!